Всем доброго времени суток. После манипуляции с покупками и продажами ПК и комплектующих в рамках рубрики квест сборки, оставалась у меня некоторая сумма на руках и комп на продаже из прошлого выпуска. Кстати, он пока все так же стоит на продаже. В общем, провернул я одну сделку. Ничего криминального, сейчас все расскажу сразу после интро. Как я уже говорил, имею небольшой компьютерный магазин с мастерской по ремонту и часто бывает, что выставляю на продажу БУ компьютеры. Помимо своих, выставляю также и клиентов, то есть я продаю и получаю с этого небольшой процент. Так вот, принесли мне на продажу ноут, был он офисный и довольно-таки не новый. И с учетом возраста и состояния, клиент попросил выставить на продажу за 5000 рублей. Жаль, что у меня не сохранились фото, так вот, позвонил мне уже другой клиент и попросил найти ноут на обмен на его комп. В общем, хозяину ноута нужны были деньги, а комп я уже сам не хотел упускать. Договорился я с ним, что отдам ноут и 2000 рублей сверху. И вот, что я получил за свои получается 7000 рублей. И да, это полный, ну или почти полный комплект, не считая колонок. Монитор от фирмы VIV SONIC на 22 дюйма, клавиатура с разъемом PS2, мышная USB, ну и два сетевых кабеля и шнур VGA. А теперь железо. И стоит тут 775 сокет. Материнская плата от фирмы MSI с поддержкой оперативной памяти стандарта DDR2. Стоят тут две планки на 2 ГБ и 1 ГБ в сумме 3 ГБ. Жесткий диск на 500 ГБ, стандартный винт от фирмы Seagate. И блок питания от фирмы iPower на 400 Вт. Процессор Intel Pentium Dual Core E5700 с частотой в 3 ГГц, а охлаждает его простой комплектный боксовый кулер. Видеокарта от AMD Radeon HD 5570 на 1 ГБ. Простая офисная видеокарта заменила нейтермопасту сразу и установила систему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Немного прошелся по биосу, накатал операционную систему, но также установил программы и так далее. Короче, подготовил к продаже. Ну и как обычно, решил протестировать в играх. В любом случае, это один из самых частых вопросов, которые задает покупатель. Тестировал игры, которые популярны у меня в городе, и те, что потянет эта сборка. Сами понимаете, железо так себе. На этот раз я немного повозился с настройками. Выставил максимально возможное разрешение и настройки графики, чтобы игра шла в Full HD и без лагов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И поэтому приходится скачивать и устанавливать каждую игру на каждый компьютер и дожидаться завершения часами. Это я к тому, что не получилось протестировать в играх, которые пользуются популярностью в сети и являются своего рода бенчмарками. В общем, что вы думаете по поводу сборки и железа в целом, пишите в комментариях и если хотите спросить что или просто пообщаться, заходите в группу ВК. Я провожу там много опросов, выкладываю товары со скидками с Алиэкспресс и планирую делать розыгрыш. За лайк и подписку буду благодарен, а вот включенный колокольчик не даст пропустить мой новый выпуск на канале. А на этом мой этот выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения. Субтитры подогнал «Симон»!